Музыка Здравствуйте, уважаемые телезрители! В разгар лета так и хочется всем нам отдохнуть, но если мы забудем про наши участки, то не получим хорошего и качественного урожая. Тем более, что сейчас в Забайкале установилась жаркая погода, и все растения у нас бурно растут и развиваются. Поэтому я предлагаю совместить так называемый активный отдых с работой на участке. Ну а что желательно сделать в конце этой недели, об этом я сейчас расскажу подробнее. Музыка В саду, когда устанавливается жаркая и относительно сухая погода, на первое место выдвигается работа по поливу всех плодово-ягодных культур. Обычно эта операция проводится раз в неделю. Ну мы имеем либо летний водопровод, либо поливаем со скважины. Конечно, поливать со скважины напрямую холодной водой деревьев и кустарники не рекомендуется. Ну может быть за исключением черной смородины, хотя она тоже уже оккультурена. Так что лучше все-таки воду подогревать в каких-то емкостях. Или за счет летнего водопровода, где вода сама подогревается. Поэтому здесь проблем особых нет. Ну доза полива зависит и от культуры, и от возраста дерева, и от наличия плодов. То есть если обильное плодоношение у вас, на это я бы не считаю, ну такое высшесреднее, то, конечно, потребуется больше влаги, чем на такое же дерево, ну с редкими плодами. Так что поливать нужно тоже в меру. Дело в том, что при избыточном поливе вытесняется из почвы кислород, и корневая система дерева или кустарника, она начинает испытывать кислородное голодание. Так в науке называется, в экономической науке. Чтобы этого не допустить, повторяю, достаточно нормального полива один раз в неделю. И то нужно смотреть на выпадаемые осадки. Ну следующая операция, при жаркой погоде у нас начинают распространяться вредители. И вот мы уже с вами провели одну обработку после цветения яблоневого сада. И вот в частности против яблонной плодожорки, вот обратите внимание, здесь был вредитель, вот лис развернулся, то есть вредителя мы уничтожили. Применяли препарат искрил, в частности здесь на участке я применял этот препарат. Ну, в жаркую погоду лед бабочки может повториться, поэтому если вы хотите получить абсолютно чистый урожай, то есть не червивые плоды, то советую вам еще раз применить этот препарат. Ну, вон в такой упаковке есть просто искра, есть золотая искра. Есть и другие препараты, где написано на пакете, прямо написано, вот гусениц. Поэтому вы можете применять любые аналоги, но важно соблюдать дозу. И, конечно, само опрыскание должно быть качественное, не под дождь, естественно, в вечернее время. И, повторяю, очень важна, конечно, рекомендованная доза. Ну, вот сейчас, если осматривать плоды, то я вижу, что практически червивых плодов нет. То есть, ну, будем говорить, поймали, или я поймал первую обработку вовремя, вовремя, до лёта бабочек, значит. Ну, вот сейчас, повторяю, чтобы у меня урожай был абсолютно здоровым, значит, мне нужно проводить вторую обработку. Я могу её не проводить, ну, с экологических позиций, но тогда, возможно, потери, значит, урожая за счёт червивых плодов резко увеличатся. Лично для меня очень удивительно, я думаю, для многих наших садоводов, что почему-то чаще всего на деревьях тля распространяется именно на сливе. И вот сейчас самый такой момент, когда в жаркую погоду начинается распространяться этот зловредный вредитель. И вот обратите внимание на побеги сливы этого года, на молодые. Если они вверху сворачиваются, здесь сочные листья, то тля как раз создаёт здесь колонию. Естественно, рост вверх прекращается. Вот прирост этого года у вас будет уже плохой. Ну, что делать? Ну, во-первых, уничтожить эту тлю, потому что, если вы этого не сделаете, повторяю, то прирост у вас значительно уменьшится. И если хотите быстро уничтожить тлю, то применить можно опять тот же препарат Искра. Ну, а более длительное действие, на мой взгляд, в течение месяца проявляет препарат Актора. Он уже вам известен хорошо, поэтому выбирайте сами. Кстати, Актора, он и более безопасный при применении и для человека, и для окружающей среды. Ну, и косвенно о наличии тля, ещё и говорят, снующие по листьям муравьи. Но повторяю, что муравьи не способствуют размножению тли. Они просто питаются выделениями тли на листьях и сладкими выделениями. Поэтому вот там, где тля, там и обычные муравьи. Так что советую, уважаемые наши садоводы, обратить внимание, самые пристальные на сливу. И буквально в эту субботу-воскресенье уничтожить тлю на этой культуре. В жаркую погоду, особенно при тёплых ночах, великолепно растёт и развивается огурец и начинает плодоносик. Вот в нашей семье есть такой праздник, я называю праздник первого огурца. То есть, когда мы снимаем первый огурец и пробуем его на вкус, технология у нас одна и та же. Сроки посева практически одни и те же, ну плюс-минус один, может быть, день. А вот погода бывает, к сожалению, разная. И вот в этом году праздник первого огурца у нас был 30 июня. Но это на два дня, позже прошлогоднего. Поскольку сорта те же самые, значит, сумма температур всё-таки была ниже. Ну, особенно в мае. Но в настоящее время можем начинать уже делать сбор. Это, конечно, очень приятная миссия. Я думаю, что вкус парникового огурца, вот здесь он абсолютно чистый. Никакой химии мы здесь не применяем, условно говоря. Поэтому я могу даже его не мыть и попробовать. Сладкий даже, не том, что не горький, а сладкий огурец, настоящий парниковый. Ну, как сейчас ухаживать? Конечно, ежедневно вечером поливаем подогретой водой из бочки. Это первое. Второе. Значит, плёнка, она уже при температуре ночью свыше, 15 градусов выше не нужна. Поэтому мы её не накрываем. И поскольку плети огурца растут уже, она начинает мешать. Если мы будем накрывать, то ботва огурца может ломаться. В связи с этим предлагаю её просто убрать, оторвать её и где-то положить рядом. Вдруг гроза, град, ну, мало ли какие неприятности нас ожидает. При такой непредсказуемости климата в Забайкале всегда можно будет накрыть. А так, сегодня огурец предоставлен сам по себе. Ну, подкормки вы можете какие-то делать, настоем коровика, биогумуса, вдобрениями, в зависимости от состояния ботвы. Здесь не приходится. Ну, и следим за болезнями. Кстати, вот отдельные сорта, вот видите, листья пожелтели. Рядом сорт, допустим, гибрид астерикс нормальный. То есть это говорит о том, что, ну, сам по себе, культура сама по себе очень капризная. Я её называю даже недачной культурой, самой недачной. Но в данном случае, вот, перепад температур был недавно небольшой, температура ночью падала. Мы не укрывали, и вот он, лист пожелтел. Реакция. В остальном нормально. И следим за вредителями. Ну, минирующая муха, вот такие следы оставляет. Обычно на неё не обращаешь внимания. Ну, след, да след, что с ним делать. Более опасны, конечно, тля. Вот. В настоящее время тли пока нет. Но появляется тёмно-зелёная бахчевая тля, как правило, в конце июля. Поэтому препарат Актора, на всякий случай. Но, опять же, есть проблемы. Огурцы мы постоянно собираем урожай. Ну, вот, надеюсь, что тли не будет. Но если уж пойдёт она, ну, придётся применять локально. Ну, и более ещё опасен это паутинный клещ. Если будет жаркая, сухая погода, огурец поражается паутинным клещом. Он как пожар съедает весь этот парник. Здесь, конечно, надо будет применять кардинальные меры. Так что, уважаемые телезрители Забайкаля, советую в ближайшие выходные попробовать на вкус настоящий парниковый огурец. Томат в открытом грудь. Но в настоящее время растение, я думаю, неплохо выглядит. Началось по отношению на первой кисти. В принципе, это вполне нормально. Вот, для начала июля. Поливаем мы в жаркую, сухую погоду при 30-ти градусной жаре и более 2 раза в неделю, вот, по полой канавке. Ну, если температура будет 20-22, ну, можно и раз в неделю. Томат не огурец, не любят повышенную влажность воздуха. Это надо чётко себе представлять, потому что развиваются грибные болезни. Кстати, о болезнях. Их в июле, в начале ещё нет. Вот, появляются они несколько позже. Вредителей тоже у томата нет. Поэтому, в основном, сейчас мы продолжаем формировать куст. И вот, обратите внимание, я уже говорил, что формирование в два стебля самое оптимальное. Мы удалили с вами все пасынки до первой кисти, их нет. И дальше пасынки появляются уже на этих боковых двух побегах. На главном и на боковом. Что делать? Если оставить как есть, то они ещё будут дальше давать пасынки. Постоянно будет идти ветление, как бы. И куст будет очень наращивать вегетативную массу. Поэтому, из опыта, я все пасынки, которые над первой кистью, тоже удаляю. С ощипыванием. И куст продолжает расти вверх. И как только сформируется, например, у сорта кунолейские, там, лосиное сердце, хурма, шесть кистей, то дальше уже можно остальные кисти удалять. Поэтому, вот такой принцип формирования. А, к сожалению, некоторые огородники до первой кисти всё удаляют, а дальше оставляют. Теперь, рост куста идёт вверх, нижние листья начинают мешать. Поэтому берём секатор и периодически, раз в неделю перед поливом, потому что это тоже хирургическая операция, удаляем. И, кстати, эти листья не надо выбрасывать. Их можно использовать в компостную яму. Вот, вместе с другими отходами. Ну и самое плохое, когда мы с вами, извиняюсь за выражение, проворонили и оставили пасынок в нижней части. То есть, получается, второй стебель растёт. Ну, что делать? Если его просмотрели, то нужно удалить обязательно. И, наконец, с ростом у особенного средне-спелых, среднепоздних сортов ветви начинают падать. Надо постоянно подвязывать. И, кстати, размер шпагата с каждым разом у вас становится всё больше. Потому что вы уже не колу как бы подвязываете, а просто соединяете их вместе в один букет. И кусты таким образом держатся. Никаких азотных подкормок сейчас не делаем. Но где-то вот через неделю нужно провести первую калийную подкормку. Раньше мы подкармливали томат исключительно тёмно окрашенным раствором органцовки. Но тогда и в продаже не было такого разнообразия калийных удобрений. А сейчас есть калийные удобрения, не содержащие хлор. Возьмите и по инструкции их примените. Калий очень полезен для плодоношения. Повышает иммунитет томата, значит, болезнен. А если у нас лето будет сырое и дождливое, то болезни обязательно будут. И особенно надо нам предупредить появление фитофтороза. Так что в ближайшие дни, уважаемые огородники, активно поухаживайте за томатом. Хочу попросить вас также обратить особое внимание на капусту. Дело в том, что она не очень любит жаркую погоду. Поэтому на первое место, конечно, двигается тщательный и обильный, я бы сказал, и более качественный полив. Вот в данном случае мы полив напуском делаем с летнего водопровода. Капуста Краутмана, которую в порядке эксперимента мы посадили, значит, поздно в этом году. Фактически 18 июня. Но я думаю, что все будет нормально. По крайней мере, я в этом сильно не сомневаюсь. И другой голландский гибрид Атрия. Атрия, ну, более позднеспелый, примерно на 7-10 дней у него созревание кочана позже, чем у Краутмана, также засолочный. Но здесь посажен в начале июня, выглядит превосходно. Листья вот уже развалились, но в жаркую погоду капуста не очень, конечно, любит. Ну, краснокочанная капуста тоже, я считаю, нормально идет. Голландский гибрид примера. Цветная капуста тоже. Ну, и, наконец, пекинская салатная, которую мы выращиваем между кустами, ну, уже началось формирование основного нашего продукта. Все виды капусты, повторяю, влаголюбивы. И поливать их в такую погоду приходится три раза в неделю. Ну, далее мы обязательно смотрим за распространением вредителей. Капуста очень сильно привлекает их у нас в условиях Забайкали. Ну, в частности, первое поражение, это, конечно, капустной моли. И вот на растении я уже нашел одну гусеницу капустной моли. Вот, если их будет много, то через некоторое время у вас листья все станут дырявыми. Конечно, это задерживает, снижает продуктивность фотосинтеза. И в целом урожайность капусты будет низ. Что делать? Можно просто проходить и собирать вручную. А можно развести препарат, типа искра, молния, и быстро обработать. Ну, с экологической точки зрения, если у вас кочанов там 15-20, наверное, лучше каждый день или через день ходить просматривать и собирать, и уничтожать эти гусеницы вручную. Хотя, согласитесь, что это не очень приятная процедура. Ну, следующий момент. Капуста – это единственная наша культура, которую мы можем подкармливать вплоть до начала августа. Поэтому чувствуйте, что растения растут неважно, мощности не ощущается у них, подкармливайте. Можно даже просто чисто азотным удобрением, типа селитра, мочевина, но вообще, конечно, лучше сложным комплексным удобрением, либо, значит, настоем коровяка, биогумаса или какого-то другого удобрения. И, наконец, следим за развитием. Вот, как правило, нижние листья, они через некоторое время начинают желтеть, вот как этот. Они уже закрываются верхними на фотосинтез, но урожай они не работают, потому что фотосинтеза у них не происходит. Их просто нужно своевременно сощипывать. И если у вас есть какие-то сухаристые животные, то капуста прекрасно поедается ими. Если нет, то тогда эти листья выбрасывайте или закладывайте в компостную яму или кучу вместе с другими растительными отходами на участке. Итак, в ближайшие дни обратите внимание на капусту, и причем не только на белокочанную, но и на другие ее виды, краснокочанную, цветную, пекинскую, и если выращиваете на капусту кальраби. Не меньше внимания, уважаемые эти зрители, обращаемые на лук и чеснок. Дело в том, что у них корневая система находится в верхнем слое, поэтому очень важно хорошо проливать в жаркую погоду эти культуры. Как говорят в нашем знаменитом селе Вечура, на палец. То есть, получается на 6, 7, палец, конечно, разный у всех бывает, но на 6, 7, 8 сантиметров. Именно в этой зоне находится корневая система. Если вы не будете проливать только поверхностный полив, то у вас кончики листа сразу реагируют, начинают желтеть. Вот, ну, в основном у нас все нормально, и лук и чеснок зеленый, но, может быть, где-то небольшое по желтению встречается, потому что вода по-разному попадает на растения. Так что имейте в виду, пожелтение кончиков пера, лука и чеснока – это реакция на неправильный полив, на недостаточный полив. Ну, следующее, удаляем сырники, и я еще раз хочу напомнить, луковая муха. Если мы один раз с вами уже применили препарат землин, то при жарком лете, в общем-то, это недостаточно. Возможно, еще один лед, значит, луковой мухи, и она будет снова откладывать яйца. Вот, в частности, лук оксибишин, вот здесь, на этой грядке, одно растение пришлось удалить. Но пожелтело, выдрал там личинки, находятся этой луковой мухи. Ну, когда наблюдается поражение, мы с вами ничего не можем сделать. Вот, что я советую, ну, поскольку укроп после препарата мы с вами не можем есть, и, кстати, он мешает, в частности, лук оксибишин, видите, уже началось формирование луковицы, то удаляем укроп, редис, оставляем грядку абсолютно чистой и применяем препарат землин. Еще раз после вечернего полива, и, я думаю, двух обработок это будет вполне достаточно, чтобы у вас был чистый урожай лука. Но чеснок второй раз можно не обрабатывать. Большинство культур на наших участках, уважаемые эти зрители, мы должны поливать с вами подогретой водой. И вот, в частности, она на нашем участке подогревается, например, в бочках. На многих участках есть специальные емкости. Но вся проблема в том, что, когда мы поливаем из бочек, приходится тратить много труда ручного, это на перетаскивание этой воды ведрами или лейками. Ну, сами понимаете, что это не совсем удобно и достаточно затратно. Я вот все время ждал, когда появится такой прибор, с помощью которого данную проблему можно решить. И он появился. Вот партнеры нашей программы, фирмы Кехнер, представляют специальный насос бочковой. Ну, я уже его испытал, считая, что в определенной степени, ну, это революционно. Я думаю, вы сейчас сами в этом убедитесь. Специальная прищепка, которую вы к краю борта защипляете и спускаете этот насос. Вот этот поплавок играет роль в выключателе. Ниже определенного уровня, но идет подбор воды, идет, вернее, подсос вот снизу. То есть, 3 сантиметра всего в бочке может остаться. Спускаете туда, на дно. Значит, он должен у вас встать. Ну, а дальше просто включаете. Насос начинает работать. Ну, шланг полдюйма. Вот, обратите внимание, вода теплая. То есть, можно поливать огурцы как раз прежде всего вот этой водой. Гряды. Ну, и очень удобно. Можно с помощью пальца даже вот изменять качество полива. То есть, струю другую. И, в принципе, здесь даже есть выключатель. Можно уменьшить. Напор можно увеличить. Ну, на мой взгляд, очень интересная вещь. Хотя и стоит недешево. Но, тем не менее, чего не сделаешь ради облегчения труда на своем участке. Ну, и вообще, в целом, пользоваться очень приятно этим насосом. Я думаю, я лично очень доволен таким приобретением. Так что, если вам, уважаемый телезритель, понравился такой бочковой насос, вы можете привезти его, по крайней мере, в Лануде, в магазине Керхер на старой барахолке. Ну, я надеюсь, в Чите такая возможность тоже имеется. Продолжаю, уважаемые телезрители, отвечать на ваши вопросы. И отрадно отметить, что в последние недели все больше вопросов стало поступать из Читы. Это значит, программу там смотрят, она вызывает определенный интерес. И, соответственно, у людей появляется необходимость получения информации. Ну, первый вопрос как раз из Читы, от Марины. «Поскажите, пожалуйста, как правильно ухаживать за супесчаной вишней? Чем подкармливать? И в чем причина высохшей ветвей по весне?» Ну, правильное название не супесчаная вишня, а вишня песчаная. И, к сожалению, я должен сказать, что в районе Ланудеи, в районе Читы, она склонна к вымерзанию, поэтому у вас и побеги высыхают. Лично на нашем участке песчаной вишни нет. И я думаю, не скоро будет, потому что селекции этой культуры у нас не ведется. Так что советую вам сильно не увлекаться этой культурой, а если ее и не будет, то и подкармливать не надо. Тем более, что она ежегодно у вас подмерзает. Второй вопрос от Александры. «В прошлом году высадила саженцы девичьего винограда. За лето они прижились. На зиму укрыла слоем опилок чернозема, но всходов нет». Что произошло? Ну, в принципе, я уже отвечал как-то на этот вопрос. В Лануде многие пробовали у нас развести девичий виноград, который ползет по стенам и украшает здание. И очень красиво, конечно, смотрится. Но даже на нашем участке, вроде бы, более теплообеспечен, он не прижился. Все равно он вымерзает. Поэтому я думаю, что если кто-то видел растущее на стене, то это явно не девичий виноград. И заниматься им пока смысла нет. Зимовать в наших условиях он не будет. Вопрос от Ларисы Дмитриевны, также из Читы. В нашем дачном кооперативе под городом появились полчища белых бабочек с тонким скрепкообразным рисунком на крыльях. Что это, капустница или луговой мотылек? Мы такое наблюдаем впервые. И что делать? Ну, эта бабочка называется боярышница. Значит, она может, вернее не она, а ее гусеницей, поражать плодовой ягодной культурой на ваших участках. Ну, что делать? В фазе взрослого насекомого, в фазе бабочки, мы ее не уничтожаем. Поэтому ждем, когда начнется отрождение гусениц и применяем сильно действующий химический препарат. Ну, типа вот карбофоса, даже вот искра. Но не бива, а просто искра. И тогда вы можете спасти урожай. Ну, а это нужно сделать обязательно. Потому что ваши плодовые ягодные культуры могут остаться просто без листьев. И также у Ларисы Дмитриевны вопрос, нельзя ли записывать выпуски вашей программы на диски и продавать их в Забайкале. Ну, такая попытка у нас была. В принципе, технически это возможно. Но надо, чтобы был большой заказ. То есть ни один диск, ни два, ни три. Может быть, десятки, сотни дисков. Тогда это сделать гораздо легче. Поэтому вы можете обратиться на канал ТВ Кома в Лануде. Если у вас будет большой заказ, то почему бы его не удовлетворить. Но, естественно, он бесплатным не будет. И в завершение два вопроса по картофелю. Марина из Щиты спрашивает. В период цветения, как часто поливать картофель? Ну, поливать нужно в зависимости от погодных условий. Но если будет стабильно сухая погода, то полив нужно проводить раз в 7-10 дней. Потому что именно во время цветения, и, кстати, после цветения, у картофеля резко увеличится потребность в воде. Потому что формируется урожай. А клубни, как известно, состоят на 75% из воды. И второй вопрос. Он несколько банальный, но, тем не менее, достаточно, на мой взгляд, интересный. Андрей спрашивает. Скажите, как называется сорт картофеля, который выращивается рядами? Ну, видимо, это из предыдущей программы. Любой сорт картофеля можно выращивать рядовым способом. Более того, спасибо, кстати, Андрей, вам за этот простой, но очень важный вопрос. Я считаю, что рядовой способ посадки картофеля не только эффективен в условиях крупного производства, но и на участках. Поэтому применяю уже несколько лет и получаю хорошие результаты. И всем советую того же. Ну и в заключение, не могу не поздравить свою маму, Агриппину Перфильну, с 80-летним юбилеем. Если бы не было ее, не было бы меня, наверняка не было бы авторской программы в саду или в огороде. И вообще, я обязан тем, что в раннем детстве она обучила меня, как семейской женщине, которая, как известно, является хорошими огородницами, простым агрономическим приемом. Спасибо. И надеюсь, уважаемые телезрители, вы также присоединитесь к моим поздравлениям. Всего доброго. До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин